До первого снегопада остается еще около двух месяцев, но на лыжно-биатлонном комплексе Ангарский уже вовсю идут тренировки. Хоть в самом названии стадиона содержится слово «биатлон», данный вид спорта здесь, увы, прижился не сразу. Открытие школы, где будут обучать лыжников при цельной стрельбе, потребовало серьезной подготовительной работы. Первоначально мы, конечно, приглашали к нам специалистов Союза биатлонистов России, с которыми мы пришли к общему компромиссу по планировке нашего стадиона. После их приезда осуществлялась модернизация стадиона. Мы приготовили, сделали стрельбище, распланировали полностью стадион, заасфальтировали круги, в том числе и штрафные круги. И нам также Союз биатлонистов России приобрел мишени для пневматического оружия. Само оружие было закуплено за счет муниципальных средств. Первый залп по мишеням пока из пневматических винтовок был сделан в присутствии представителей областного правительства и окружной администрации. Наверное, несправедливо было, что такая сибирская территория с такой продолжительной зимой, по сути, была лишена возможности заниматься этим видом. Поэтому у меня большие надежды на наших ангарских ребят. Сегодня мы открываем детский биатлон по пневматике. Ну, по сути, он и должен работать по пневматике. Но эти ребята подрастут, им уже надо будет переходить на мелкокалиберное оружие. На сегодняшний день только лыжными гонками на стадионе занимается около 300 спортсменов. Ежегодно в зимнее время здесь проходит сразу несколько крупных соревнований. Сейчас руководство ЛБК планирует дальнейшие работы по модернизации стадиона. В частности, сообщают о потребности в установке снегогенераторов и строительстве лыжного тоннеля. Область на сегодняшний день уже закупила технику, ретракт, вакс-кабины. Это то, что касается 2020 года. Безусловно, при заявке сегодняшнего директора ангарского лыжебиатлонного комплекса мы также будем рассматривать вопрос внесения в бюджет на 2021 год и 2022 год денежных средств для того, чтобы реализовать все потребности этого стадиона. Кстати, как обещает руководство ЛБК, занятия для детей в школе биатлона будут бесплатными. К концу года в секцию планируют принять еще 20 юных спортсменов. Александр Бучков, Дмитрий Новопашин. Местное время.